Штурм Здравствуйте, мои дорогие друзья. И вот наступил светлый праздник. Светлый праздник у тех людей, которые связаны с морем. Поздравляю всех с Днем военно-морского флота. И рад, что у нас есть такая возможность это сделать. Но сегодняшний эфир я не буду посвящать морякам. Для этого я выделю отдельно время. И мы с вами об этом поговорим. А сегодня немножко веселья, немножко стихов. Просто с вами пообщаемся и просто послушаем интересные заметки. Заметки пришли на почту. Сразу скажу, что все стихотворения я буду читать от одного автора. Это Юрий Харин. Большая ему благодарность. И все заметочки, которые у нас пойдут в прозе, это будет от автора канала в Инстаграме. Это Веда Гора. Итак, начнем. Сразу говорю, что я не жду на этот выпуск никаких ваших реценций. Сегодня мы с вами ничего серьезного обсуждать не будем. Но если кому-то что-то понравится, если кому-то как-то откликнется, я буду искренне рад этому. Поехали, мои дорогие. Ума помрачения. Для многих жизнь — это игра, где ум, как кролище нора, в тьму лабиринта погружает, и кое-кто там пропадает. Кто думали, что думать стали, все оказались у развалина. Как только ты включаешь ум, бес начинает чинить глум. Сомнение шлет поток желаний, чувств необузданных терзаний, полно примеров и историй, когда с умом приходит горе. Но есть мысль Ра, как озарение, оно дает и вдохновение. И есть чутье, как интуиция. К ней порой стоит обратиться. Сначала Ра, потом умение. Вот алгоритм поведения. Так по спирали раз за разом нас поднимает к свету разум. Есть паспорт, и с ним гражданин. Есть дух и опыт чела вечный. Одним удел паствы, скотин, другому жизнь, путь беззаконечный. Что называется игра. Ра, поэтому нам всем пора включать и тонкое чутье, но, впрочем, каждому своем. Есть образ духа, и есть кровь, и есть мудрость, что дает любовь. Не вазьте в кроличью нору, тогда быть счастьем и добру. Рада дара слава, азам есть целевар. Космы и борода Отец род, да мать природа, Мудрость шлют на землю вновь. Рода, богатство рода, Влас и космы, что любовь. Через них с небес ходила, Чтоб нам счастье вечно жить. В бороде и в космах хила, И их негоже стричь и брить. Солнцем и землей дается, С воздухом идет, с водой. Память рода вновь вернется, Через космос бородой. Рада дара слава, азам есть целевар. Вот такие два замечательных стихотворения. Их много. Я постараюсь каждый раз и дочитывать их. Поэтому, друзья мои, Будем приобщаться к высокому уровню поэзии. Ну, а сейчас немножко юмора. О том и все серьезном, да серьезном. Давайте немножко повеселимся. Есть такие заповеди младенца. Слушаем. Первое. Самое главное, что жизнь должна быть полной хиськой. Некоторые младенцы считают, Что надо говорить полной чашей. Но мы не знаем, что такое чаша. И что имеют в виду эти умники? Зато прекрасно знаем, что такое сиська. Второе. Когда сосешь сиську, Всегда причмокивай. Плюйся молоком, Вымазывай все в него, Лицо желательно прямо с самого лба. Помой. У мамы много молока. И оно все твое. Если очень голоден, То можешь сначала пососать спокойно. Потом искренне улыбнить маме. И начинай громко чмокать. И периодически бросать грудь. Чтобы успевать радостно, Покрикивать в процессе. Соску не бери ни в коем случае. Ведь если во рту будет соска, То туда уже не пометится палец, Край комбинезона или одеяло, Кусок уха непонятной игрушки. Да мало ли что еще. В конце концов, Судьба непредсказуема. И около рта, По счастью, Может отказаться все что угодно. С самого рождения Научись кричать громко, Истово и надрывно. Применяй этот крик всегда. Когда мама вдруг вышла из поля зрения, Забрала сиську, Иначе как же первая заповедь, Стала смотреть телевизор или в окно, Отдавать ее папе, бабушке И вообще неизвестно кому, И тем более, Если она решила поесть. Если мама со временем Стала понимать, Что означает твой крик. В каждом конкретном случае Срочно все поменяй. И начинай особенно громко кричать, Если хочешь спать И тихо попискивать, Если обкакался. Только так ты накричишься в цвуласть, И дашь понять маме, Кто в доме хозяин. Если ты наконец заснул на руках, До этого ты долго кричал, Заповедь номер пять, И тебя положили в кроватку, То надо не подавая виду, Проснуться и ждать, Когда мама выйдет из комнаты. Потом подождать еще пару-тройку минут, В зависимости от скорости мамы, И заорать так, Что будто ты упал на пол. В этом случае мама приближет голая, Вся в мыльной пене, И можно будет здорово посмеяться. Когда мама увидит, Что ты смеешься, Она тебя тут же простит. И в следующий раз приближет снова. Мама, а не забывчивая. Восьмое. Первый месяц установи, Когда мама любит поспать. Если она сова, То ты должен ложиться пораньше, Но помни про заповедь номер пять и шесть, И просыпаться очень рано, А если она жаворона, То наоборот. Если ты проснулся, То сразу начинай рассказывать, Что тебе снилось, И размахивать при этом ручками и ножками. Мама не понимает пока твой язык, Но точно спать уже не сможет, Особенно если ты будешь толкать ее в бок руками и ногами. Хорошо бы толкать и папу заповедь номер семь. Девятое. Пока не умеешь переворачиваться на живот и ползти, Научись хотя бы ползать на спине. Мама и папа будут умиляться, А ты все время, Когда они на тебя не видят, Ползи к краю кровати или дивана. Там гарантированно есть что-то интересное. К трем месяцам научись переворачиваться на живот и обратно. Делай это только тогда, Когда тебя никто не видит. Так тебе будут уделять больше внимания, чем обычно. Одиннадцатый. Двум месяцам выучи много разных слов на их языке. Но говори их редко и в особых случаях. Постоянно применять можно только агу, Когда мама будет с тобой медленно и пискляво разговаривать, Дожидаясь новых слов. И это будет очень забавно. Кстати, писать лучше, Когда с тебя сняли памперс. Прямо на кровать. Или маму, или папу. А какать лучше только в зоногетый и совершенно чистый. Соблюдай эти заповеди. И ты обязательно попадешь во взрослый рай. Рано или поздно. А расти будет весело и увлекательно. Вот такие вот забавные советы от младенцев. Ну и, как говорится, противовес. Очевидное правило хорошего родителя. Первое. Ребенок никому ничего не должен. Он не должен спать 20 часов в сутки. Он не должен спать в своей кроватке. Он не должен любить плавать с рождения. Он не должен спать днем по 2 часа без вас. Он не должен в 3 месяца начать переворачиваться. Он не должен прибавлять 700 грамм в месяц и так далее. Ребенок, а особенно грудничок, никому ничего не должен. Он может все это сделать. И может подходить под эти утверждения. Но никому ничего не должен. Есть определенные стандарты и нормы, которые были выведены из жесткого усреднения статистических данных. На практике же все эти стандарты могут круто рушиться. Каждый новорожденный и грудничок настолько индивидуален, что мама должна сама определять, хорошо или плохо ее ребенку. Что ему нужно, а что нет. Потому что мама видит реакцию и самочувствие ребенка. Доволен он, несчастен, беспокоит его что-то. Разумеется, ко всему надо подходить взвешенно. Если ребенок орет острым криком, он ничем не отвлекается и не успокаивается. А проснувшись после укачивания, сразу переходит на крик. Тут надо понимать, что явно что-то не так, даже если ваша интуиция молчит, как белорусский партизан. Второе. Ребенку вы нужны. 90% всего, что он делает, он делает, чтобы привлечь ваше внимание и быть с вами. Третье. Физическое насилие – это не выход. Удары ремнем, телесные наказания – это все от вашей трусости и неспособности найти другое решение ситуации. Вряд ли бы вы ударили здорового 120-килограммового мужика, будь он на месте вашего ребенка. А те, кто применяет наказание, делают это именно потому, что малыш не может ответить. Многие мамы сразу начинают причитать. Да вы не знаете моего ребенка, его иначе не успокоишь. А чей это ребенок? С кого он берет пример? Есть очень хорошая английская поговорка. Не воспитывайте детей. Все равно они будут похожи на вас. Восписывайте себя. И вот когда ваш ребенок доведет вас до готовности взяться за ремень, посмотрите хорошо на себя. Сколько раз вы не обращали внимания на просьбы малыша? Сколько раз вы отнимали у него различные интересные ему вещи с криками «нельзя!» Сколько раз вы его и ругали за банальное валяние в грязи? Сколько раз в день вы повышаете на него голос? Как часто вы сантажируете его фразами «Если ты сейчас не пойдешь спать, я тебя накажу!» «Не уберешь игрушки и не пойдем гулять!» И так далее. Уверен, что ответом будет много и постоянно. Там-то и ребенку относятся с пониманием «без вечных нельзя», там и нет места истерикам. Вседозволенность и понимание – это не одно и то же. Разные вещи можно по-разному преподнести. Например, вместо выверявканья «брочь это чичажа» или «что я тебе сказала, а ну иди сюда немедленно» можно понимание относиться к ребенку. Терпеливо ждать, пока он подойдет к вам, напоминая про свою просьбу. «Солнышко, давай скорее, а то мы опоздаем». «Машуль, если поторопишься, мы еще успеем, чтобы сделать дома много разных дел». «Или Саш, а давай я тебе дам разные листы, газеты, журналы, и мы вместе их порвем, порежем и изрисуем». В детском мире хорошо всегда равно интересно. Именно поэтому многие дети так легко уходят с незнакомыми людьми или убегают от родителей на улицу заинтересовавшими их предметом, птицей, собакой, машиной. Это не потому, что ваш карапуз вас не слушал, или он глупый, или просто когда вы говорите хорошо и плохо, для него это интересно или неинтересно. Скучный канал культуры для него плохо. А вот дядя, который говорит, у меня есть для тебя конфеты и еще сюрприз, пойдем покажу, это хорошо, потому что интересно. Поэтому очень важно научить ребенка тому, что не все, что интересно, хорошо. Надеемся, что очередное напоминание этих нескольких правил сделает отношение родителей и детей чуть добрее и поможет избежать таких очевидных ошибок. Очень неприятно читать сообщения мам, содержащие фразы, вроде «Мой ребенок меня домвел» или «Мы мало ее били». Вот такие вот бывают случаи и небольшие к ним полезные советы. А напоследок прочитать хочу хорошие мысли о девичьей чести. Девичья честь – это и целомудрие, и гордость, и скромность, и женственность, и самообладание, и выдержка, и обязательно стыдливость. Стыдливость естественно, необходима, и она в какой-то мере сродни инстинкту самосохранения, ибо оберегает девушку от физического и морального ущерба. А ущерб, который может нанести свобода нравов, гораздо больше, чем только утрата действенности. Ранняя и к тому же беспорядочная половая жизнь истощает организм, преждевременно старит. Она развращает психику, приучая не сдерживать свои инстинкты, несет с собой душевную пустоту и физическую усталость. Так утрачивается одно из самых прекрасных качеств – способность любить. Так происходит выхолощивание, растощение эмоций, откуднение личности. Девушка лишается внутреннего обаяния, становится менее интересным человеком, а главное – теряет веру в существование красивых, подлинно глубоких чувств, веру в людей, столь необходимое и важное в жизни уважение к самой себе. Девище счастье неразрывно связано с чувством самоуважения и собственного достоинства. В зависимости от того, насколько это чувство воплощено в поведении девушки, складывается ее репутация и ее судьба. Один и тот же юноша будет по-разному относиться к девушке развязной, доступной и к сдержанной, гордой. Пределы границы близости всегда было дано устанавливать женщине. От девушек зависит, какая атмосфера сложится, допустим, на молодежном вечере. Будут ли юноши придерживаться рыцарского кодекса галантности или позволят себе излишние вольности. Деньги потеряны, ничего не потеряно, здоровье потеряно, многое потеряно, честь потеряно, все потеряно, гласит народная мудрость. Этим подчеркивается невосполнимость, незаменимость нравственных утрат. И завершением нашего с вами сегодняшнего повествования снова прочитаю стихотворение. Замечательное стихотворение называется «С добрым утром». Обозначилась важная веха, открывается образу рун. Путь становится ратной утехой. И все чаще звук гусельных струн. Душу расищей славных волнует. Жизнь и мысль пора всем пора. Ветры сварги мощнее все дуют. Утро доброе, раса, ура! Гусли, гусельки, гои не молчите. Со звонких струн несите в мир любовь. Память родов урат еще будите. Кон православный возрождая вновь. Быть добру. Рада дару, дару слава. А здесь целевар. Вот такие стихи пишет Юрий Харин. Что аж берет за самые, как говорится, устои. За что ему большая благодарность и низкий поклон. А я напоминаю, что кто, если пожелает, что-то ответить на сегодняшний выпуск, или высказать свое мнение, присылать свои замечания. Может быть, у кого-то есть еще что-то полезное, хорошее, что он хотел бы предоставить людям. Пишите нам в форме обратной связи. Я уже много раз рассказывал, как это сделать. Буду рад вашим письмам. Поэтому и прощаюсь. Всегда ваш, Василий Васильевич. Всем добра. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова